Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на новое поступление ножей от компании Microtec. И, кстати говоря, не только ножей. Присаживайтесь поудобнее, давайте открывать коробки. Начать сегодня предлагаю с модели Ultratec, да более всем знакомой. И это будет Ultratec с артикулом 123.13 Tanta Edge Bronze Standard. Открываем, смотрим. Внутри нас, как всегда, встречает такой вот буклетик от Microtec. Внутри нарисована, кстати говоря, HAL 6, которая, к великому моему сожалению, в России является предметом, запрещенным к обороту. И, собственно, сам нож. Сам нож, можете видеть, абсолютно стандартный, за исключением фурнитуры, которая анодирована в бронзовый цвет. И, кстати говоря, даже вот кнопочка и сам стеклобой тоже бронзовые. Ну и, конечно же, клинок. Клинок тоже имеет вот такое бронзовое покрытие, что, в общем-то, на внешнем виде, конечно, сказывается. На мой взгляд, нож очень интересный, даже несмотря на то, что это абсолютно стандартное исполнение. Ну и, кстати говоря, я считаю, что вот Tanta от Microtec это одна из самых красивых форм вообще на ножевом рынке. То есть, Tanta от Morphione один из самых изящных, на мой взгляд. Ну и, к слову сказать, M390 здесь на клинке. А так все стандартно, алюминиевая рукоять. И, что касаемо механики, все здесь очень приятно, очень мягенько. Очень, ну вот, здорово, конечно, стало вот после той самой переходной модели с тригриппом на рукояти. Кто не знает, посмотрите. Ну или я где-нибудь здесь вставлю картиночку, что такое тригрипп. Механика стала очень мягкая. Я вот не устану это повторять при каждом вообще обзоре Ultratec, потому что действительно раньше с этим были некие проблемы. А сейчас, в общем-то, можно щелкать, общелкаться. Ну и, к слову сказать, я считаю, что Ultratec это один из самых лучших ножей для города, для повседневного ношения. Один из самых удобных. Сам ношу, в общем-то, вам рекомендую тоже, кто любит подобного рода ножи, присмотреться и, возможно, осуществить свою давнишнюю мечту. Что ж, с Ultratec на сегодня все. Переходим к следующим ножам. Следующие три ножа это модель UTX85. Кто не знает, UTX85 это Ultratec только в размере 85% от обычного. Что ж, давайте откроем сначала эти три ножа, а потом уже про них с вами поговорим. Ну, начнем про 85-й разговаривать с абсолютно стандартной вот такой вот версией. То есть, это самый обычный Tanto в сатине с черной рукоятью и абсолютно такой вот обычной фурнитурой. Кстати говоря, удивительно, что раньше его не было на сайте у нас. Удивительно, что раньше он не приезжал. Честно говоря, я крайне удивлен. В принципе, абсолютно простое исполнение. Очень приятный нож. Сам по себе тоже механика. Очень приятная. Очень мягенькая. Щелкает все как надо. Ну и вот, к слову, про сравнение 85 и Ultratec. Можете видеть, вот примерно так это отличается по габаритам. Следующие два UTX85 это уже версия Tactical. Tactical Standard. И, собственно, можете видеть, что отличается это все только формой клинка. Здесь у нас форма абсолютно стандартная. Здесь Tanto. И все это в черном цвете. Ну и стандартная для подобных ножей покрытие на клинке. Такой вот Two-Tone Finish. Да, то есть получается у нас с вами здесь и черное покрытие, и, собственно говоря, такой вот сатин на плоскости. Что в версии Tanto, что в версии стандартной. У кого есть 85, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что, на мой взгляд, эта версия такая на любителя. Для тех, кому Ultratec много, UTX-70 мало, вот есть 85. Я, честно говоря, все никак не обзаведусь. Потому что, ну, вот как-то есть Ultratec и 85 UTX мне особо, честно говоря, не нужен. Хотя нож действительно очень и очень кайфовый. И вот для любителей прям таких вот черных-черных ножей, конечно, на мой взгляд, вот это вот очень даже будет занимательно. Что ж, с стандартными 85 на сегодня все. А вот сейчас будет очень интересная новинка. А вот в новинке сегодня затесалась, так скажем, вторая генерация UTX-85, которая выпущена в подписной серии. Посмотрите, вот коробочки даже отличаются. И здесь вот даже написано, что это подписная серия. Давайте открывать, смотреть, что это такое. Что же за UTX-85 II. И, как сразу можете видеть, отличается он от стандартного вот такой вот интересной рукояти. Очень интересная здесь получилась текстура. Не могу сказать, что какая-то она прям выдающаяся с точки зрения визуальной, да. Но с точки зрения тактильной, конечно, вот здесь все совсем по-другому. Вот я сегодня уже упоминал насечку 3-гриб на переходных моделях ультратека, да. И, по-моему, 3-гриб и на 85-ке тоже был. Но там штука совсем другая. То есть, там совсем такой тактильный-тактильный нож. Именно что я имею в виду, то, что там с точки зрения вот тактильности, да, ты чувствуешь нож буквально каждым сантиметром в ладони. То есть, там прям невозможно его не чувствовать, потому что вот эти насечки, они все острые, грубые, они прям такие хищные, что, в общем-то, карман они жрут очень и очень сильно. Здесь же история совсем другая. Здесь все очень приятно ощущается. И здесь рукоять ощущается так, что, ну, ты вот чувствуешь каждое вот это ребро. Опять же, когда держишь нож в ладони даже молоточным хватом, вот тактильно ощущается все очень сильно. И даже я вот сейчас вам покажу, как это остается на ладони, если очень сильно сжать нож. И, собственно, выглядит это все вот так. Можете видеть, что вот на пальцах здесь остаются отпечатки от этого ножа. И, собственно, вот здесь вот в ладони то же самое. Но, опять же, я всегда люблю говорить про информативность. Я люблю говорить про информацию, идущую от рукояти в ладонь. И здесь этой информацией хоть залейся. Потому что плюс еще присутствуют клипсы, которые также в ладони очень сильно чувствуются. Ну, это вот, к сожалению или к счастью, такая вот, ну, скажем, фишка ультратеков, UTX-ов. То, что вот эта вот гнутая вот так вот клипса, да, она в ладони, конечно, ощущается очень сильно. Ну, и давайте откроем вторую версию, да, второй нож. Посмотрим, чем отличается он. А здесь уже то же самое, только вот в более таком, скажем, сером цвете. Ну, и вот если будет сейчас видно на кадре, то вот здесь у нас с вами апокалиптик финиш. И здесь у нас с вами абсолютно стандартный Стоунвош. И, конечно же, сталь на клинке здесь в обоих случаях М390. Обращу ваше внимание на то, что клипсы на подписной серии и на обычной отличаются. Видите, что здесь логотип вот этого вот лапа, и плюс еще автограф господина Морфеоны, который отсутствует в версии стандартной. Могу сказать так, друзья мои, что вот эта вот новая версия Ультра Тека, да, она или UTX, она, да, наверное, не самая приятная с точки зрения Лизуала. Да, очень странное решение от Энтони Морфеоны сделать вот такой вот, ну, назовем это паттерн, да, на рукояти. Но, тем не менее, с точки зрения тактильной, с точки зрения именно вот удержания ножа в руке, конечно, ну, по эргономическим, скажем, свойствам, здесь, конечно, все поинтереснее, чем у стандарта. Потому что стандарт, он абсолютно гладкий, он абсолютно голый. Здесь же все-таки есть за что зацепиться, здесь есть за что, скажем так, подержаться. Ну, а с точки зрения механики, здесь все очень приятно. Можете видеть, спокойно щелкаю и правой, и левой рукой. В общем-то, могу делать это еще очень и очень долго. Все очень мягко, плавно и, ну, без каких-либо нареканий. Тут, честно говоря, даже вот хочется придраться к чему-то, да, но, к сожалению, придраться не к чему. Да, я люблю, конечно, компанию Майкротек. Крайне интересные ножи они делают. Люблю я фронталки, скрывать не буду. Ну, а вы что об этом думаете, обязательно пишите в комментариях. Давайте обсудим. И на сладкое я сегодня оставил очередную странную штуковину от Энтони Морфионе, которая выпускается в подразделении Морфионе Custom Knives. Я думаю, что те, кто следят за творчеством Энтони Морфионе, в том числе на Ютубе, в Инстаграме, знают то, что Тони сделал ремень. Обычный брючный ремень, но Тони был бы не Тони, если бы он сделал его действительно прям обычно. Давайте открывать. Да, это очень такая своеобразная штуковина. Это прям вещь для фанатов бренда. Это вещь для фанатов Энтони Морфионе. И выглядит этот ремень, друзья мои, вот так. Так, это толстенная кожа. Если бы камера могла передавать запах, вот сейчас, я думаю, мы бы с вами здесь буквально закайфовали, потому что кожей пахнет очень сильно. Это фирменная фурнитура Энтони Морфионе. Фирменные его вот эти вот винты, увеличенные, все можете видеть. И, конечно же, это бляха. Да, бляха здесь такая титановая, с очень интересной защелкой. То есть, можете видеть, что вот так вот это все дело защелкивается. И все. То есть, это вот пытаешься разорвать, не получается. И, соответственно, открывается это все за счет вот двух кнопочек на этой самой бляхе. Сверху, снизу вы зажимаете. Нажимаете, и все. Работает это по принципу такому, что на вот этих вот кнопках, кнопки, кстати говоря, подпружиненные, можете видеть, что нажимаешь, она возвращается назад. Внутри этих кнопок, вернее, видимо, сами кнопки сфрезерованы таким образом, что там находятся два штыря, которые вот эти вот защелки, да, отодвигают. И, собственно, ремень открывается. Вот все, защелкнулся ремень. И вот так вот это все дело у нас с вами выглядит. Что идет в комплекте с ремнем? В комплекте идет фирменный ключик для того, чтобы скручивать вот эти самые фирменные винты. Ключик вот так вот выглядит. Можете видеть фирменный под как раз-таки вот эти вот три винги. И, собственно, все здесь подходит, ну, как нельзя лучше. Что касаемо этих самых винтов, для чего они здесь нужны? Я так понимаю, для того, чтобы регулировать длину. То есть, вы их скручиваете и, собственно говоря, раздвигаете ремень. Также в комплекте идет запасной такой вот винт. Давайте достанем, я вам покажу. Запасной вот такой вот винтик идет с шайбой. И идет вот такой вот инструмент. Назовем это так. Итак, я так понимаю, что это специальная вставка в машинку для проделывания дырок в ремне. Ну, и вообще в целом в коже. Потому что, если мы с вами примерим вот эту самую штуковину под отверстие, которое находится в ремне, то, в общем-то, здесь, можете видеть, идеально это все дело проходит. Прямо вот ровно-ровно по этому самому отверстию. Ну, и, конечно же, конечно же, внутри у нас с вами идет сертификат фирменный. Можете видеть, что модель эта называется Апес. Ремень, собственно говоря, бляха. Бронзовый титан. Анодированный в бронзовый цвет титан с бронзовой фурнитурой. Дата изготовления. Серийного номера у ремней нет. И, собственно говоря, мейкер Энтони Марфионе. Ремни выпускаются в разных цветах. Собственно, все, по-моему, все цвета здесь у нас с вами присутствуют. Ну, давайте сейчас мы с вами посмотрим, что же еще есть помимо черного. А есть там очень и очень интересные варианты. Итак, следующий ремень это будет коричневый. Открываем и смотрим. Коричневый есть у Марфиона. Вот такой вот. Причем ремень очень грубо сделанный. Очень такой массивный. И, кстати говоря, даже очень тяжелый. Вот ради интереса давайте даже с вами взвесим всю эту историю. Самому интересно посмотреть. Так, вот весы обнулились. И кладем ремень. И ремень этот весит вместе с бляхой 296 грамм. Что, на мой взгляд, конечно, так серьезно. Ну, и обращу внимание, что сделано это все вот так, действительно, грубо. Это прям такая кожа-кожа. Прям, действительно, вот я повторюсь еще раз, если бы камера могла передавать запахи, друзья, очень люблю запах кожи. Ну, и, в принципе, все то же самое. Да, то есть, может, и здесь чуть посветлее, здесь чуть-чуть все потемнее. Ну, и давайте пойдем далее. Далее будет еще один тоже коричневый ремень, но немножечко уже другой. Такой вот он уже лакированный, с трещинами. Такой прям, как будто его уже много лет носили. Да, такой старый дедушкин ремень, но очень кайфовый. Вот, люблю подобные винтажные штуковины. Это, на мой взгляд, очень красиво, очень здорово. Ну, и, в общем-то, винтаж потихонечку-потихонечку возвращается в моду. Ну, и последний ремень на сегодня, это будет ремень такой тоже, скажем так, коричнево-черный. Выглядит это вот так. По ощущениям он немного потоньше, он прям суперобработанный. И вот в таком вот цвете, кстати говоря, вот смотрю в монитор, даже камера не очень все дело передает. Ну, и можете видеть, вот здесь вот на этом самом хлястике, да, здесь уже все немножечко так посветлее. Ну, и с внутренней стороны это все выглядит вот так. Вот так вот закрученные винты. Ну, и, конечно, да, друзья мои, это все выглядит очень здорово. Это, прям вот повторюсь, это все для фанатов бренда. Это Энтони Марфиона Custom Knives. Это дорого, но, тем не менее, это очень кайфово. Это вот ровно то, о чем мы с Русланом Киясовым говорили в выпуске про ножи Энтони Марфиона. Да, что он умеет делать вещи, которые ты просто берешь в руки и понимаешь то, что это очень и очень кайфово. То есть, да, я понимаю, что это, наверное, прям вот совсем для фанатов бренда, но, тем не менее, прикоснуться даже к элементарному, казалось бы, ремню от Энтони Марфиона приятно, потому что сделано это все на очень высоком уровне. Что ж, пишите в комментарии, что понравилось сегодня конкретно вам, что вам не понравилось. Ну, обязательно зайдите, посмотрите фотографии на нашем сайте этих самых ремней, потому что, ну, вблизи их разглядеть, конечно, тоже, мне кажется, было бы интересно. Особенно бляха сделана просто шикарно. Очень интересное решение. Очень надеюсь на то, что ремень пойдет, скажем так, в серию, в более простую. Скажем, будет алюминиевая бляха на каком-нибудь кордуровом ремне. Да, будет обычный тактический ремень. Будет очень здорово, если еще будет по вкусной цене. Что ж, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока.